Всем привет, друзья, с вами я, Артём. Сегодня мы рассмотрим десяток прикольных NPC. Если вы здесь впервые, то переходите в плейлист, находящийся в описании. Со временем будет расширяться и выполняться новыми видосами. А перед началом, как всегда по традиции, оставьте какой-нибудь комментарий, стоящий минимум четырёх слов. И обязательно досмотрите это видео до конца, для того, чтобы она продвигалась в логаритме ютуба. А сегодня я покажу вам 10 прикольных NPC, найденных в мастерской Тирдауна. Наливайте чайку, усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем! Открывает сегодняшнее видео, это Нол Уолтер Вайт. У СиДжей из моего прошлого видоса появился очень серьёзный конкурент. У Уолтер Вайт это главный герой сериала во все тяжкие. Теперь вы можете наблюдать его не только в сериале, ещё и в игре. Причём здесь он в разы эпичнее и опасней. Данная версия Уолтера Вайта имеет просто какой-то невероятный рост. Он выше девятиэтажного здания. Всё, к чему он прикасается, разваливается как карточный домик. В отличие от СиДжей, у него имеется скелет. Если пострелять в него из какой-нибудь оружия, то постепенно будет оголяться слой мяса. А потом появится и сам скелет. Смотрится всё это просто мега круто. Всё, что он может делать, это ходить и ломать строение своим телом. А от СиДжей он отличается лишь внешним видом и наличием реалистичного скелета. Как вариант, можно попробовать устроить битву Титанов, в которой будут участвовать Годзилла, Кинг-Конг и другие гигантские персонажи из моих предыдущих видосов. Стрелять в этого молодого человека одно удовольствие. Даже Тирек со своим богатым, в кавычках, внутренним миром не был так крут. Уолтер Вайт, конечно, хорош, но, к сожалению, даже у него есть свои минусы. Из-за этой самой хвалённой многослойности могут быть серьёзные просадки FPS. Если вы ударите по нему, к примеру, катана из Metal Gear Rising, то игра может зависнуть. Кстати, он использует скрипты Кинг-Конга. На странице в обсуждениях этого аддона есть специальная тема, в которой вы можете поделиться своими идеями. Если у вас есть какие-то интересные предложения, то обязательно ими поделитесь. Второе существо называется Этаноз Маршин Трайпад. Маршин Трайпад – это одна из вымышленных машин, используемых марсианами в классическо-научно-фантастическом романе Герберта Уэллса под названием «Война миров». В романе это быстроходный трёхногий ходок, который, как сообщается, достигает 100 футов высоту, со множеством похожих на кнуты щупалец, используемых для захвата, и двумя смертоносными видами оружия, тепловым лучом и трубой, похожий на пистолет, используемый для выпуска ядовитого химического вещества. Это основная машина, которую марсиане используют при вторжении на Землю. Этанол Маршин Трайпад добавляет сразу трёх триподов. Каждый из них имеет свой уникальный внешний вид. Помимо этого, аддон также добавляет и управляемые версии, так что при желании он может примерить на себя шкуру марсианского захватчика и устроить апокалипсис. Эти штуки мега неповоротливые, но зато крайне сильные. Хоть они и передвигаются, как мешок с картошкой, но это не мешает им испепелить вас своим лазером. У них очень жуткие и громкие звуки. Вначале они выглядят просто мега страшно. Дальше у нас идёт просто имбовище NPC. Называется он Фрок. Да, перед нами самая обычная лягушка. Это не гигантский монстр, не призрак и не демон. Это просто лягушка. Она не умеет разрушать дома и уничтожать всё живое. Всё, что она умеет делать, это прыгать и есть мух. Это максимально милое и безобидное создание. С ней вы не будете чувствовать себя одиноко. Её кваканье будет разбавлять эту кошмарную тишину. А огромные глаза будут дарить вам счастье и любовь. Аддон добавляет две лягушки и муху. Одна лягушка живёт своей жизнью, а вторая является питомцем. Муха же в этой компании наступает в роли еды. Если рядом с лягушкой будут летать мухи, то она схватит их своим длинным языком. Эти NPC очень чувствительны ко всяким модам, влияющим на производительность. Если при спавне лягушки у неё не окажется глаз, или вы не сможете заспавнить муху, то отключите все FPS-бустеры очистителей обломков. Они по какой-то причине удаляют некоторые части NPC. А муху вообще стирает подчистую, не давая даже заспавниться. Не знаю, баг это или фича, но иногда лягушка хватает мелкие камни части разрушенных стен. Видимо, в её рацион входят не только мухи, а вообще всё, что поместится в рот. Четвёртый NPC называется Старшив Трупперс Арахниц. Перед нами полутоядные твари из глубин космоса, пришедшие к нам из культовой классики «Звёздный десант». Жуки в фильме изображены в целом как неразумные существа, которые управляются единым разумом. В романе, а вместе с тем в мультсериале у жуков есть космические корабли, которые имеют современное оружие, что сильно отличается от фильма. Арахниды смогли колонизировать множество звёздных систем. В переломный момент своей эволюции, плазмины жуки развели способность запускать споры на орбиту. Адон вместе с NPC также добавляет и автоматический спаун. Теперь, где бы вы ни находились, рядом с вами будут появляться эти жуткие создания. Вы, конечно, можете спаунить их и сами, но только зачем, если они делают это в автоматическом режиме? С этими ребятами пропадает чувство безопасности, потому что они могут выскочить откуда угодно и когда угодно. В комментариях просили добавить парочку новых видов. Возможно, в будущем адон будет допилен, и мы увидим новых жуков. Следующий NPC называется AI Hulk. Перед нами злой Халк с искусственным интеллектом, идущий по пути ярости и разрушения, главной целью которого являемся мы. Звучит это, конечно, устрашающе, но на деле же это всего лишь огромный болванчик со скриптами, взятыми от Тирекса. Когда я увидел его в мастерской, то подумал, что это неубиваемая машина, уничтожающая всё, что встанет у неё на пути. Но когда я зашёл в игру и заспаунил этого Титана, то очень сильно разочаровался, потому что его убивает даже самая обычная шашка динамита. В плане живучести у него, конечно, всё очень плохо. Но что касается разрушений, то тут всё очень даже хорошо. Иногда он спотыкается и падает лицом в грязь. Выглядит всё это мега комично. Был даже случай, когда он упал на голову, и та взорвалась. Абсурд полнейший, но что поделать. Полноценным Халком его, конечно, назвать сложно. Это скорее версии с Алиэкспресс. Но из-за всей этой нелепости он смотрится даже интересней. Когда ещё увидишь огромного зелёного мужика, падающего лицом в кошачьи саки. Шестой NPC называется Tameable Dragon. Аддон добавляет Дракона Края, также известного как Эндер Дракон. Это босс из Майнкрафта, обитающий в крае. Дракон Края – это огромный чёрный дракон с горящими фиолетовыми глазами. Если в Майнкрафте мы должны были с ним сражаться, то в Тердауне всё совсем наоборот. У Дракона, так же как и у Арахнидов, имеется функция автоматического спауна. Когда вы зайдёте на карту, то Дракон уже будет летать и поливать тех огнём. У него есть собственное меню настроек. В нём даже можно менять внешний вид, поведение и количество Драконов. Дракона можно кормить. Делается это при помощи огромного куска мяса. Также на нём можно летать. Только сначала придётся его приручить. В обсуждениях есть целый гайд, как это сделать. Если коротко, то вы должны дождаться, когда он сядет, положить рядом с ним еду и сесть на него клавиша Е. После этого начнётся самое интересное. Вам нужно будет попытаться на нём удержаться при помощи клавиш ВАСТ. Если он летит в левую сторону, то двигайтесь в правую. Если он летит в правую, то двигайтесь в левую. Короче говоря, вы должны удерживать противоположное его движение клавиши. После этого он успокоится, и вы сможете летать. Дальше у нас идёт AI-AT-AT. Это вымышленная боевая машина из вселенной Звёздных войн. AT-AT, также известная как вездеходный бронированный транспорт, это один из самых тяжело бронированных вооружённых шагоходов в Галактической Империи. AT-AT представляет свою бронированную четырёхногую боевую машину, вооружённую лазерными орудиями. Согласно описанию, её рост равен 22,5 метрам, а максимальная скорость около сотни километров в час. Корпус машины поднят высоко над землёй. Состоит он из двух отсеков, транспортного и командного. Выглядит эта штука просто мега угрожающе. Любое попавшее в её поле зрения существо будет сразу же уничтожено. Но вот если зайти ей за спину, то она и сможет ничего сделать. Как я уже и сказал, внутри у неё есть транспортный и командный отсек. Если вы залетите в неё на клипом, то сможете погулять по этим отсекам. Только вот управлять этой машиной, к сожалению, нельзя. Да, здесь есть комната управления, но она играет чисто декоративную роль. Если вы выставите этой штуке в ногу из базуки, то вся эта многотонная конструкция сразу же полетит вниз. Штука, конечно, эпичная, но дико слабая. Восьмой NPC называется Enger Cube AI. Пожалуй, это самая странная фигня в сегодняшнем видео. Я без понятия, что это и откуда оно взято. Выглядит это чудо как огромный злой куб. У него нет ни пушек, ни способностей. Это просто огромный злой куб, пытающийся вас раздавить. У него имеется уровень злости. Чем он выше, тем агрессивнее становится куб. Уже после третьего уровня он не даёт сделать и шагу. Его скорость становится сверхзвуковой. Скорее всего, у этих уровней нет никакого предела. Они доходили у меня до тридцатки и продолжали увеличиваться. Наверное, это самый быстрый NPC, который я только видел. На высоких уровнях он может долететь до вас с конца карты всего лишь за 2 секунды. Играть при таком раскладе становится невозможно. Кстати, уничтожить этот куб нельзя. Он полностью неуязвим и не реагирует ни на какие взрывы и выстрелы. А от него можно лишь убегать. И то первый секунд 30. Кажется, перед нами один из сильнейших NPC. Если вообще не самый сильный. Его не уничтожить и от него не убежать. Единственный действенный вариант это нажать на выход. Дальше у нас идет Doom Enemies. Думаю, все знакомы с оригинальными частями Дума. И помню тех плоских 2D-шных противников. Теперь с ними можно сразиться и в Тирдауне. Выглядят они, конечно, очень вычурно. Но зато к ним прикручены функции автоматического спауна. Благодаря которой любая из имеющихся у вас карт превращается в арену. Адон добавляет лишь двух врагов. Огромного демона и человека с автоматом. Демон стреляет ракетами. Человек же, как несложно догадаться, использует автомат. У этих NPC есть собственный раздел с настройками. В котором можно настроить максимальное количество врагов. Иногда эти ребята спаунятся на крышах, в деревьях и в текстурах. В плане спауна они немного богучие. Но это не критично. Если бы немалое количество противников, то это был бы очень даже неплохой мод. Но поскольку здесь всего два вида, то индоедает он очень быстро. Эти ребята иногда проходят сквозь стены. Так что вариант забаррикадироваться в каком-нибудь доме тут не проканает. Мод прикольный, но хотелось бы видеть чуть больше врагов. Десятый NPC называется Dog Companion. Этот NPC сделан тем же модмейкером, что и лягушка. Причем создан он намного раньше. Dog Companion это, как вы наверное же поняли, по названию собака-компаньон. Она не нападает на игрока и уступает в роли питомца. Эту собачку зовут Френ. Если Френ лает, значит ему нужна помощь. Он умеет плавать и открывать большинство дверей. У Френа имеются индикаторы радости. Если он счастлив, то у него будет поднят хвост. Для того, чтобы заполнить индикаторы, просто поглотите его по голове. Делайте это при помощи правой кнопки мыши. Либо же покидайте ему косточку. Найти ее можно в разделе с остальным оружием. Френу можно давать различные команды. Для этого экипируйте специальный инструмент. С помощью клавиши J выберите нужную команду и нажмите левую кнопку мыши. Если взять его на задание, то он поможет искать спасательный транспорт. Френ очень сильно любит кататься. Стоит залезть в тачку и Френ сразу же запрыгнет на пассажирское сидение. А на этом сегодня все. Обязательно напишите в комментарии, какой из NPC вам понравился. Рассказывайте о других найденных вами прикольных NPC. А также делитесь этим видео с своими друзьями. Ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик с выбором всех уведомлений. Также не забывайте вступать в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на меня в Телеграме. Залетайте на наш сервак в Дискорде. А также смотрите другие мои видео. А с вами был я, BlackRainbow. Хорошего вам настроения. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.